С Игорем Челенко обсудим эту тему более подробно. Политолог, председатель Центра анализа и стратегии. Игорь, здравствуйте. Рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Игорь, ну что ж, очень много говорим о разрешении Украине дать добро на удары вглубь территории Российской Федерации западным оружием. И тут как раз вспоминается будущая встреча президента Зеленского с президентом Байденом, которая вот-вот с дня на день планируется. И скажите, пожалуйста, насколько эта встреча может быть результативной в вопросе этого долгожданного для Украины разрешения? Вполне очевидно, что Запад рассматривает вопрос предоставления разрешения на удары однобойным вооружением по территории РФ не как само по себе, а как элемент все-таки общей стратегии понимания, как должна дальше идти война, какой результат мы должны в конце концов получить, на каких параметрах мы должны выйти на мирные переговоры. Ну и, собственно, очевидно, что как раз для разъяснения соответствующих пунктов и нужен план победы Украины, который будет продемонстрирован и передан президентом Зеленским непосредственно Джо Байдену, а также, как анонсировалось, с двум кандидатом в президенты США, как раз там вроде должно быть как раз пять пунктов, вроде оглашалось в этом плане победы, которые должны четко уяснить картину для того, чтобы синхронизировать нашу дальнейшую кооперацию с нашими партнерами. И, несмотря на то, что вопрос предоставления соответствующего разрешения все-таки затягивается, как по мне, непозволительно затягивается, поскольку это цена жизни и наших военнослужащих, и наших гражданских непосредственно в мирных городах, как минимум посмотреть, что творится в Харькове чуть ли не каждый день. Но, тем не менее, я думаю, что в рамках сентября месяца все-таки очень большой шанс получения позитивного решения от Соединенных Штатов. Украина со своей стороны делает все возможное для такого решения. Мы максимально открыты для наших американских партнеров-союзников, как минимум мы передали им все цели, которые хотим как раз нейтрализировать соответствующим вооружением. Очевидно, что эти цели как раз четко военные, непосредственно, либо какие-то инфраструктурные объекты, которые прямо используются военными. То есть Украина открыта. Мы открыли все свои и планы, и очевидно, что это вопрос не только тактики, но также это будет и в плане дальнейшей стратегии, что как раз и покажет, соответственно, вот этот план победы, который продемонстрирует президент Зеленцев. Но, Игорь, чего боятся западные партнеры? Почему так тянется этот вопрос? Хотя Украина практически с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину просит получить добро на такие удары. К сожалению, до сих пор не убраны в дальний ящик страхи о том, что где-то может быть расценено соответствующее решение как поводом для эскалации, поводом для непосредственного, скажем так, участия стран Альянса в нынешней войне России против Украины. То есть то, что мы фактически нивелировали реальными действиями, мы на примерах показали, что все эти красные линии не имеют никакого отношения к реальности, что это все миф, миф, созданный кремлевским режимом для того, чтобы пугать непосредственно западные страны. Ну, очевидно, что здесь еще и следствие идет определенное еще со времен Холодной войны, когда было противостояние непосредственно между Западным блоком тогда и Советским Союзом вместе с организацией Варшавского договора. Но, тем не менее, тем не менее, всегда, когда Украина просила конкретное вооружение, и мы, в конце концов, получали на него зеленый свет, Киев показывал, что мало того, что умеет им пользоваться, по назначению, и делает это максимально эффективно. Ну, вспомнить, как минимум, весну этого года, когда мы получили все-таки разрешение на использование фугасных атакамс, и довольно оперативно были отработаны объекты и на временно оккупированной территории Крыма, и на других оккупированных московским режимом территорий. Игорь, а как вы считаете, Соединенные Штаты Америки – это страна, на которую очень многие ориентируются, принимают те или иные решения, и, возможно, как раз то, что американцы разрешат бить своим оружием, станет для многим такой отмашкой. Но, с другой стороны, Британия ведь тоже показывала, что она может быть катализатором, давайте вспомним, танковую коалицию, предоставление челленджеров. В свое время они дали толчу к тому, что были переданы Леопарды и также Абрамсы. Вот кто бы тут все-таки мог стать катализатором в этой ситуации? Я думаю, что на самом деле Великобритания делает много работы и публично, и кулуарно, для того, чтобы все-таки получить разрешение как минимум для использования «штормшедов» непосредственно по российской территории. Это видно и в медийной сфере, и те месседжи, которые публикуются именно в британских СМИ, тот же «Гардиан» можно вспомнить. Также вполне очевидно, что именно премьер Стармер на встрече с президентом Байденом занимал такую проактивную позицию. Ну, не могут британцы вместе с французами заменить американские детали, американскую навигационную систему на какую-то другую. Но не получится тогда. Все равно разрешение нужно получать. Конечно, Британия могла бы и якобы этот момент отодвинуть в сторону и сказать, да используйте уже наши ракеты. Но я думаю, что все-таки не хотят нарушать общие правила, что касается экспорта, реэкспорта вооружения, поскольку вопрос касается не только Украины, а общемировых правил поставок на рынке вооружения. Поэтому все-таки пытаются получить соответствующий зеленый свет непосредственно в Белом доме. И насколько это может нарушить, по вашему мнению, не только лишь логистику, не только лишь обезопасить Украину от нанесения ракетных атак с тех же военных аэродромов, а сколько это будет очередной, такой себе пощечиной Путину в его политической плоскости? Учитывая то, что сам Путин недавно начал заявлять про очередной виток эскалации, про возможность участия непосредственно НАТО в войне, если будет соответствующее разрешение, а потом это, конечно же, ничего не состоится, не произойдет, не реализируется, что касается непосредственно противоборства с Североатлантическим альянсом, то Путин опять покажет себя в статусе человека, который, во-первых, не отвечает за свои слова, и опять-таки это покажет непосредственно его слабость как нынешнего российского лидера, российского диктатора. Ну и очевидно, что мы понимаем, это имеет свои следствия и во внутриполитической жизни Российской Федерации, то есть опять, очевидно, активизируются разговоры в разных плоскостях, ястреба будут опять кричать о необходимости ядерного вооружения, но более такие умеренные все-таки, очевидно, будут активизировать тему преемника, то есть операция преемника, она обретет новое дыхание. Ну, опять же, наверное, не просто так, для Путина, и у него истерику вызывают все разговоры о предоставлении Украине разрешения, в том числе на удары дальнобойными ракетами наших партнеров по законным военным целям на территории Российской Федерации. Какие тут могут быть, да, для России последствия? Чего Путин тут боится? Падение своего режима? Ну, Путин прекрасно понимает, что все-таки существует определенный неписанный общественный договор с российским обществом, где безопасность идет в обмен на их права, демократические стандарты и так далее. Но уже на протяжении уже нескольких лет, когда Путин развязал войну против Украины, и когда нам приходится сейчас отвечать непосредственно по территории РФ, ну, конечно же, это как минимум успешные, активные дроновые атаки, где мы за раз можем запускать и более там 160 птичек, а может и больше, и плюс досягаем таких аэродромов, как Оленья, за 1800 километров. То есть, на самом деле, Путин в очередной раз показал, что его не интересует безопасность российского народа, российского населения. Максимум, что мы видим, какие укрепления, это непосредственно резиденции Путина, там, на Валдае, на других территориях, в других субъектах Федерации. Но что касается непосредственно защиты российской территории, его это не интересует. Опять-таки, это показало и проведение непосредственно Курской операции, где, на самом деле, кто начинает громить магазины, кто фактически вступает в конфликт с гражданскими, конечно же, это не украинцы, там все более-менее, а как показывают сами и российские военкоры, и их телеграм-каналы, это просто признаки вандализма со стороны самих же российских военных, срочников и так далее. И на завершение темы, также Курская операция, которая сейчас проводится силами обороны Украины, насколько это в очередной раз меняет планы Путина по его оккупации, по планам его по поводу оккупации некоторых территорий Украины. Ну, очевидно, действительно меняет. В публичной сфере, конечно же, изменений в риторике никаких не будет, хотя многие, кто отметили момент, когда на Восточном экономическом форуме Путин вернулся к теме якобы переговоров согласно Стамбульским договоренностям, но забыл уточнить исходя из географических реалий, так как он еще говорил в начале июня, когда очередной раз диктовал ультиматум Украине. Но вполне очевидно, что сейчас все-таки Путин понимает, что чем дальше не начинаются переговоры, реальные переговоры, тем позиции непосредственно Российской Федерации будут слабеть. И это очевидно, и это не только курская операция, очевидно, что в кармане сил обороны Украины есть еще не один сюрприз, но какой сюрприз Путин, очевидно, сейчас не может никоим образом даже предугадать. если даже не смогли фактически его же разведчики донести о операции в Курской области, то что может быть дальше, несмотря даже не на территории, а это может касаться и разных энергетических объектов, дальнейших на НПЗ, на нефте хранилища, все, что касается, например, Росрезерва, ну на самом деле здесь у Путина ситуация, когда иголка в стоге сена, попробуй найди, он понимает всю слабость, поэтому, хотя публично, конечно, будет дальше настаивать на своих ультимативных позициях, но даже с геополитической точки зрения, даже в нынешних условиях уже абсолютно не работает вот это альтернативное китайско-бразильское вот это вот это предложение, которое было озвучено еще в мае месяце, поскольку опять-таки, если останавливать войну на нынешних территориальных реалиях, ну тогда мы остаемся в Курской области, получается, это удовлетворяет Путина? Вопрос, конечно, риторический. Игорь, огромное спасибо вам за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова